Джентльмены, Антонио с вами. Сегодня мы поговорим о футболках, и я дам вам 5 советов, чтобы вы выглядели круто каждый раз, когда надеваете футболку. Люди мне уже давно пишут с просьбами, чтобы я сделал видео про футболки. Я долго сопротивлялся этому. Из первых двух советов вы поймете почему. И у меня есть старенькое видео на эту тему, где я говорю про футболки, и почему они не самая лучшая одежда для большинства мужчин. А лично я считаю, что это немного переигранный тренд. Если заглянуть в гардероб многих ребят, то можно увидеть, что он состоит только из маяк и футболок. Но как насчет пола, рубашки, спортивных пиджаков и многих других моделей и одежды, которые можно надеть на торс, чтобы выглядеть отлично? В любом случае, когда жаркая погода, повсюду все ходят в футболках. И для этого я и записал сегодняшнее видео, чтобы вы могли выглядеть круто, когда надеваете футболку. Совет номер один. Надевайте футболку, когда она уместна. Футболка – это всегда повседневный стиль. Не имеет значения. Пусть это даже будет футболка за сотню долларов. Она самая лучшая в мире. И отлично она у вас выглядит. И вы надеваете ее не в подходящий момент. На мероприятие, где есть дресс-код. Скажем, на свадьбу, где в приглашении написали «Мы бы хотели разделить этот момент вместе с вами». И все гости будут в костюмах. А вы надеваете эту крутую футболку. Вы будете выглядеть как глупец. Вы не высказываете уважение к молодоженам и выглядите неподобающей случаю. Ребята, в этом вся суть. Если вы в Вегасе и решаете пойти потусить в клуб вечером, в таком случае вам тоже возможно лучше надеть что-то другое, а не футболку. Так как в этих клубах есть определенные стандарты, как надо выглядеть, и они, вероятнее всего, вас не пропустят. Возможно, да. Когда вы гуляете по городу летом и наслаждаетесь его видами, то в таком случае футболка будет отличным выбором. Совет номер два. Будьте уверены, что ваше тело готово к этому. Учтите, что футболка не придаст вам никаких дополнительных кубиков. Если у вас есть лишний вес, то это будет сразу видно. Или если у вас тонкие руки, футболка не спрячет этот факт и не сможет сделать ваши руки накачанными. Просто поймите, что есть определенные типажи тела, которые не будут выглядеть хорошо в футболке. Если вы о себе заботитесь, выходите в зал, вы молоды, у вас отличная форма, у вас грудь больше, чем живот, тогда, конечно, вы можете надеть маечку. Я с моим метр семьдесят пять роста довольно худощав. У меня всего семьдесят килограмм веса. Хожу в зал и бегаю, так что я позволяю себе носить футболки. Я довольно худой, но все равно не думаю, что они выглядят классно на мне. Так же, как рубашка на пуговицах или спортивный пиджак. Совет номер три. Подбирай размер. Можно много что сказать, но, ребята, когда покупаете майку, то выбирайте ту, которая сидит на вас идеально. Вот ключевые пункты. Первый – это обратите внимание на плечи. Убедитесь, что шов находится у вас на плече. Если он скатывается вниз, то значит эта футболка слишком велика. На груди футболка должна быть на 0,5 сантиметров до 4 сантиметров. И то 4 – это если вам нравится попросторнее или вы довольно большой парень. Но если вы среднего размера, примерно как я, тогда вам не подойдет 4 сантиметра. Вам больше подойдет полсантиметра, так как вы хотите, чтобы футболка выглядела хорошо и подчеркивала ваше тело. Самая большая проблема с футболками – это крой, а не просто прямоугольного покроя. А те, кто хочет выглядеть круто в футболке, должны убедиться, что верх тела выглядит шире, чем талия и пояс, чтобы сохранялась V-образная форма. Если говорить о рукаве, то мне очень нравится правило «одна треть». От плеча до конца рукава должно быть «одна треть», а две трети должны быть уже до локтя. Но если рукав футболки переходит границу середины плеча, то стоит задуматься. Я видел такое на некоторых парнях. Мне лично кажется, что это не выглядит круто. Давайте поговорим о длине футболки. Я просто вам покажу. Итак, оп, поднимусь на стул. Итак, я подниму руки над головой. Вы видите, как поднимается майка? Она не обнажает мой пресс, живот или пупок. Ничего из этого. Она отлично сидит на мне. А также нехорошо, когда футболка опускается ниже крестца. Никогда. Эта футболка на мне – идеальная футболка для меня. И, наконец, давайте поговорим о воротничке. Если говорить о круглом воротничке, как на этой футболке, то надо выбирать так, чтобы он был максимально близко к шее. Воротники с V-образным вырезом мне они очень нравятся. Я думаю, что мужчины, которые заботятся о своем внешнем виде и хорошо сложены, тоже предпочтут такой ворот, так как он хорошо подчеркивает торс. Но избегайте слишком глубокого выреза. Это будет выглядеть не очень на любом мужчине. Совет номер четыре. Выбирайте качественную ткань. Ребята, поймите историю футболок. Они пришли к нам из области нижнего белья, очень легкой полупрозрачной ткани. Так что убедитесь, что через ваши футболки нельзя ничего увидеть, что они не прозрачные. Иначе это не футболка, а нижнее белье. Так что не носите ее просто так. Возьмите футболку, направьте на свет. На футболках потемнее вы вообще ничего не должны увидеть, даже свет. Если говорить о светлых, то посмотрите, чтобы она не была из тяжелой ткани. Хлопок идеально подходит. Плотное плетение, которое тоже не пропускает свет. Если вы надеваете майку из синтетики, то убедитесь, что она выглядит не слишком вычурно. Особенно эти спортивные. Они сделаны специально для зала. И если надеть их с джинсами и макосинами, то это сразу выделяется. Давайте поговорим о цвете. Почему классика будет подходить лучше для ежедневных потребностей. Мне больше нравятся темные цвета. Они прощают небольшой избыток веса в районе живота. Они монохромные. Например, серый, который не является цветом и подойдет под любые брюки и туфли. Можно также попробовать темно-синий или морской. Если говорить о лете и вы молоды и энергичны, тогда вам захочется что-нибудь поярче. Зеленый или бордовый. Но я все-таки предпочитаю держаться одноцветных футболок, без графических элементов. Они хорошо выглядят и подходят под любую одежду. Совет номер пять. Привносим футболки стиль. Представьте, что в вашем наряде каждая вещь должна повышать уровень на одну ступень. Давайте посмотрим. Начнем с обуви. Я говорил о таких ботинках раньше. Это компания GL Rocha. Красивые ботинки, комбинированный дизайн, отличная резиновая подошва. Они послужат замечательным фундаментом. Так, поднимемся повыше. И тут можем взять качественную пару темно-синих джинс. Светлые джинсы из 90-х уже не подойдут. Нужна хорошая пара, которая будет отлично на вас сидеть. Но все-таки, если вам нравятся светлые оттенки, то можно попробовать вот такого типа брюки цвета хаки. Или можно попробовать вот такие бордовые. Я в таких как раз, и в ботинках от G или Rocha. Так что это рабочая комбинация. Дальше на вас футболка. Можно надеть пару солнцезащитных очков. Что вы думаете, ребята? Часы, может быть еще и браслет? Сделайте прическу и приведите бороду в порядок. Все это создает один ансамбль. И именно так можно выглядеть круто в футболке. Ребята, все это ведет к уверенности. Когда вы уверены в себе и своем внешнем виде, неважно, будь то футболка, поло или рубашка, просто пробуйте, практикуйтесь в своем стиле и развивайте уверенность. Пишите в комментариях, что вы думаете и увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok